Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – неопределённая форма глагола. На прошлом уроке мы с вами научились распознавать глаголы среди однокоренных слов, научились их образовывать. Давайте вспомним, как выполнять это задание. От существительного «ход» при помощи вопроса «что делать» образуем однокоренной глагол. «Что делать?» – ходить. Существительное – свет. «Что делать?» – светить. «Завтрак». «Что делать?» – завтракать. От имён существительных при помощи вопросов мы образовали однокоренные глаголы. Обратите внимание, образованные глаголы отвечают на один и тот же вопрос и заканчиваются одинаковым буквосочетанием. Будьте внимательны. Такие глаголы называют глаголами в неопределённой форме. Глаголы, которые отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?», стоят в неопределённой форме. Ещё эту форму называют начальной формой глагола. В предложении «По чтению нужно выучить басню» глагол «выучить» отвечает на вопрос «что делать?». Он записан в неопределённой форме. На письме неопределённая форма обозначается следующим образом. У вас возникает вопрос «почему же она неопределённая?». Да потому, что когда я употребляю глагол в неопределённой форме, невозможно понять, определить, о ком или о чём идёт речь. Когда это действие и кем будет выполняться? Сравните «птица поёт». Глагол «поёт» говорит о том, что действие выполняется сейчас, и я могу понять, что это действие выполняет птица. Отсюда и возникло понятие «неопределённая форма». Прочитайте слова «читать», «бежать», «ходить». Зададим к этим словам вопросы «что делать?». «Читать» – глагол «читать» записан в неопределённой форме. «Что делать?» «Бежать» – это глагол неопределённой формы. «Что делать?» «Ходить» – глагол неопределённой формы. Кроме того, обратите внимание, что все три слова заканчиваются на сочетании «ть». Образовать глагол в неопределённой форме можно при помощи вопроса «что сделать?» и добавления приставки. Попробуем выполнить это задание. Полученные слова – глаголы неопределённой формы. Мы бы образовали их при помощи вопроса «что сделать?» и приставки «про», «при», «эс». Хочу обратить ваше внимание. Глаголы в неопределённой форме оканчиваются на «ть». Например, «что делать?» А теперь задание для закрепления изученного материала. Выпиши глаголы в неопределённой форме. Прочитайте слова вместе со мной. Итак, определим глаголы в неопределённой форме. В этом нам поможет вопрос «что делать?» или вопрос «что сделать?». Среди предложенных слов глаголами неопределённой формы будут слова «наказывать?» – «что делать?», «смотреть?», «что делать?», «появляться?», «что делать?», «плакать?», «что делать?», «выживать?», «что делать?». Молодцы те, кто правильно определил глаголы в неопределённой форме. А мы продолжаем работать дальше. Определи лишний глагол в каждой группе. Что значит «определи лишний глагол»? Мы с вами умеем задавать вопросы глаголам в неопределённой форме. Напомню, это вопросы «что делать?», «что сделать?». Вопросы помогут нам при выполнении задания. Обратимся к первой группе слов «играть», «гулять», «думал», «петь». Даже глядя на слова, мы можем определить, что лишним будет слово «думал». Оно отвечает на вопрос «что делал?». Три слова «играть», «гулять», «петь» отвечают на вопрос «что делать?». Перейдём к следующей группе слов «читает», «пишет», «считает», «дружить». Задаём вопрос «что делать?», «что сделать?». На вопрос «что делать?» отвечает только одно слово «дружить». Остальные слова на этот вопрос не отвечают. Поэтому во второй строке лишним оказался глагол в неопределённой форме «дружить». «Привести», «привести», «отпустил», «вынести». Какое же слово будет лишним в этой строке? Задаю вопрос «что сделал?», «отпустил». Исключаю это слово, так как все остальные слова относятся к глаголам неопределённой формы. Давайте проверим «что сделать?», «привести», «что сделать?», «вынести». И следующая группа «рассказал», «поссорил», «расцвести», «рассадил». Вспоминаю вопрос, на который отвечают глаголы в неопределённой форме. «Что сделать?», «что делать?», «что сделать?», «расцвести». Глагол «расцвести» является глаголом неопределённой формы. Остальные глаголы на этот вопрос не отвечают. В данном задании мы с вами ещё раз повторили, как отличить глаголы неопределённой формы на письме среди других слов. Глаголы неопределённой формы очень часто употребляются в крылатых выражениях, которые называются фразеологизмом. Зарубить на носу, водить за нос, унести ноги, надуть губы. Конечно же, вы их слышали и не раз. Давайте подумаем, что же означают данные выражения. Зарубить на носу означает запомнить. «Что сделать?», «запомнить». «Что сделать?», «зарубить» – глагол неопределённой формы. «Водить за нос» – выражение обозначает «обманывать». «Что делать?», «обманывать», «что делать?», «водить» – глагол неопределённой формы. «Унести ноги» – значит «убежать». «Что сделать?», «убежать», «что сделать?», «унести». «Надуть губы», а это означает «обидеться». Проверим вопросом «что сделать?», «обидеться» и «что сделать?», «надуть». Переходим к домашнему заданию. Выучите правила на странице 106 о глаголах в неопределённой форме. Пользуясь правилом и полученными знаниями, выполните упражнение 184. Спасибо за внимание. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Тема урока – приёмы письменных вычислений. Сегодня мы научимся выполнять письменные вычисления с трёхзначными числями, основываясь на тех знаниях, которые мы получили, складывая и вычитая двузначные числа. Мы с вами умеем складывать и вычитать трёхзначные числа устно. Но встречаются такие числа, когда вычисления устно выполнить сложно. И поэтому уже давно люди придумали и пользуются письменными способами сложения и вычитания. Давайте вспомним. Найдём сумму чисел 34 и 23. При письменном сложении и вычитании необходимо строго пользоваться алгоритмом. Единицы подписываются под единицами, десятки под десятками. Складываю единицы. 4 плюс 3 – получается 7. Складываю десятки. 3 плюс 2 – получается 5. Читаю ответ. 57. Итак, результат суммы чисел 34 и 23 – 57. Аналогично выполним вычитание чисел 56 и 32. Записываю единицы под единицами, десятки под десятками. Вычитаю 6 минус 2 – 4, 5 минус 3 – 2. Читаю ответ 24. Результатом разности чисел 56 и 32 будет число 24. Сложение многозначных чисел тоже выполняют столбиком. Но когда число трёхзначное, добавляется ещё один разряд – это разряд сотен. Алгоритм остается прежним. Алгоритм остается прежним. Записываем единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. И выполняем вычисления по уже знакомому нам алгоритму. Итак, выполним сложение трёхзначных чисел без перехода через разряд. Подписываем число одно под другим так, чтобы единицы были под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Начинаем складывать с разряда единиц. 5 плюс 4 – получаем 9, 8 плюс 1 – 9, 4 плюс 3 – 7. Читаю ответ 799. Думаю, что этот приём вам показался очень простым. Выполним сложение чисел с переходом через разряд. А вот здесь нужно быть особенно внимательным. Подписываем одно число под другим так, чтобы единицы были под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Складываем единицы. 3 единицы плюс 8 единиц – получается 11. 1 пишем, а 1 десяток. Запоминаем. Складываем десятки. 6 десятков плюс 5 десятков – получается 11 десяток. И 1 десяток мы запомнили – 12 десятков. 2 записываем, 1 сотню запоминаем. Складываем сотни. 2 сотни плюс 3 сотни – получается 5 сотен. И ещё 1 сотня – 6 сотен. Ответ 621. Мы с вами сейчас выполнили сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд. Давайте посмотрим, как же выполнить вычитание трёхзначных чисел без перехода через разряд. Думаю, с этим заданием вы справитесь очень легко. Подписываем одно число под другим так, чтобы единицы были под единицами, десятки под десятками и сотни под сотнями. Начинаем вычитание. От трёх единиц отнять одну единицу – получается 2 единицы. 6 десятков отнять 4 десятка – получаем 2 десятка. Из 9 сотен вычитаем 5 сотен – получаем 4 сотни. Читаю ответ – 422. Вычитание чисел с переходом через разряд требует особого внимания. Подписываем число одно под другим так, чтобы единицы были под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Обратите внимание, от 5 единиц 7 единиц мы отнять не можем, поэтому занимаем 1 десяток. 15 единиц отнять 7 единиц – получается 8 единиц. Переходим к разряду десятков. У нас теперь не 4, а 3 десятка. 3 десятка отнять 2 десятка – получается 1 десяток. Вычитаем сотни. 8 сотен отнять 4 сотни – получается 4 сотни. Читаю ответ – 418. Думаю, вы заметили, что при сложении и вычитании трехзначных чисел мы пользовались теми умениями, которые приобрели при сложении и вычитании двухзначных чисел. Поработаем над задачей номер 6. Задачка первая. Площадь 1 двенадцатой части квадрата – 3 сантиметра квадратных. Найди площадь всего квадрата. Перед вами квадрат разбит на 12 равных частей. По условию задачи площадь одной из 12 частичек равна 3 сантиметра квадратных. Но таких частей у нас 12. Значит, площадь всего квадрата будет в 12 раз больше. Выполняем вычисление. 3 умножить на 12 – получаем 36 сантиметров квадратных. Ответ. Площадь квадрата составляет 36 сантиметров квадратных. Решим еще одну геометрическую задачу. Задача номер 6 – вторая. Начерти квадрат, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2 сантиметра и 8 сантиметров. Найди периметр этого квадрата. Условия достаточно сложные, но с такими задачами вы, конечно же, справитесь. Первое, что нам необходимо сделать, это начертить прямоугольник и подписать его стороны. Следующим действием мы находим площадь прямоугольника. Вспомните, чтобы найти площадь, нужно длину умножить на ширину. В нашем случае 8 сантиметров мы умножаем на 2 сантиметра и получаем 16 сантиметров квадратных. Не забудьте, в каких единицах измерение выражается площадь. Итак, площадь прямоугольника 16 сантиметров квадратных. По условию задачи, площадь прямоугольника равна площади квадрата. Площадь квадрата равна произведению длины и ширины. Вы прекрасно знаете, что у квадрата все стороны равны, поэтому длина и ширина будут иметь одинаковую величину. Почему? Площадь квадрата мы можем найти по формуле А умножить на А. Площадь нашего квадрата равна 16 сантиметрам. Подумаем, какие два числа при умножении образуют число 16. Совершенно верно, это 4 и 4. Итак, сторона нашего квадрата составляет 4 сантиметра. И теперь нам остается посчитать периметр квадрата. Вспомните, периметр – это сумма длин всех сторон. У квадрата таких сторон 4, и они все имеют одинаковую длину. Поэтому мы можем найти периметр квадрата действием умножения. 4 сантиметра мы умножаем на 4 одинаковых стороны и получаем 16 сантиметров. Ответ – периметр квадрата составляет 16 сантиметров. По условию задачи необходимо начертить квадрат с данным периметром. Для этого в тетради вы построите квадрат со стороной 4 сантиметра. Послушайте домашнее задание. На странице 70 вы выполните примеры номер 1 с сусным пояснением и решите задачу под номером 4. Спасибо за урок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!